Всем привет! С вами подводный художник Ольга Белкина. И прямо сейчас я еду на вакцинацию, такую добровольно-принудительную. Я, откровенно говоря, боюсь. И я прямо сейчас буду вам всё показывать и рассказывать. Сама не знаю, чем это кончится, но если вы смотрите этот ролик, значит, ну, предположительно, я жива и здорова, и со мной всё в порядке. Заставляет ли нас вакцинироваться или это добровольно? Ну, как сказать, добровольно-принудительное. То есть вообще просто дали возможность экспатам, у которых рабочие виза, провакцинироваться бесплатно. Это замечательно. Но дальше, получается, без вакцинации с острова ты толком не выйдешь. Там куда-то попутешествовать, везде сложности. Есть даже, ну, какие-то места, области работы, когда ты работаешь с людьми, то тебя, конечно, не заставят вакцинироваться, но без вакцины ты не сможешь работать. Я думаю, что сейчас, когда, наконец, откроют остров для туристов, а сейчас прям активно всех вакцинируют, готовят, и я прям верю, что с 1 июля реально они откроют остров. Я думаю, что у них всё получится. И если сейчас откроют остров, то я думаю, что прям будет вообще сложно сделать хоть что-то, если у тебя нет этой вакцинации. Вакцинируют нас с Синоваком. Я реально не знала, стоит ли мне в это дело ввязываться. Я прям до последнего не решалась. И на вот эту бесплатную вакцинацию я просто вписалась в последний вечер последнего дня. И почему меня поставили прям в очередь на первый день, когда, наконец, стали вакцинировать не тайцев, а экспатов, я не знаю. И меня заслали куда-то вообще на дальнюю часть острова вакцинироваться. Я не знаю, что здесь. Здесь какой-то отель. И посмотрим, как всё будет происходить. Я, откровенно говоря, немножко побаиваюсь того, как это будет организовано, потому что мои друзья, вот, ну, знакомые тайцы, кто вакцинировался в Централ фестивале, в торговом центре, говорят, там просто какой-то трешняк. Очередь начинается на парковке. Вам нужно просто отстаивать эту какую-то безумную очередь. В духоте, в жаре, там, стоя час, потом загоняют просто в холле торгового центра. Всех вот это по очереди ширяют. Я прям уже вот вчера сидела, переживала и хотела вообще отказаться. Но посмотрим, как бы всё будет здесь. Я надеюсь, чуть-чуть поприличнее. Машины запаркованы здесь на километр вперёд и назад. Я так понимаю, что здесь вообще анриэл. Я не представляю себе, сколько там народу. Вот пока иду, расскажу, откуда вообще возник слух о принудительной вакцинации Таиланда. Во-первых, госслужащим действительно не оставили права выбора. А во-вторых, один из чиновников предложил ввести уголовное наказание тем, кто отказывается вакцинироваться. Естественно, такой закон принят не был. Но у всех экспатов, а особенно работающих в области туризма, возникло стойкое чувство, что рабочие разрешения просто не продлят без вакцины. Ну и проверять на себе как-то не хочется. Потому что если бы я сегодня не пришла, то меня просто вычеркнули бы из списка и всё. Вот прям на улице первый пост. Проверяют документы, дают заполнить какие-то бумажки. Там добровольно, нет аллергии и т.д. Ну чё, иду дальше. Тут я смотрю, дежурит полиция. Вау, и даже скорая. Снова проверяют документы и тут же приглашают внутрь. Ну чё, очередей я пока здесь не вижу. Надеюсь, так же дальше будет. Здесь чистенько и приятно прохладно, и персонала прям очень много. А посетителей ровно столько, чтобы не создавать очередь. Так быстро всё происходит, не успеваю снимать и комментировать. Проверили в очередной раз документы, давление, температуру и отправили дальше. Слушайте, прикольно организована очередь. Просто все по команде пересели на один стул вперёд. Наконец меня заносят в базу и сейчас уже прямо отправят шернуться. Ничего заснять не успела, моментально укололи. Не больно стерильно в тайских традициях, шутками и улыбками. Один из сотрудников предложил меня пофоткать в процессе экзекуции. Так что ловите фоточки. Так мило. Сразу же после этого у нас изъяли паспорта и попросили посидеть, понаблюдать за состоянием. Ну, здесь приятненько, вон кафешечка есть, так что почему бы и нет. Вот эта милая, дружелюбная тётка постоянно вещает, какие могут быть побочки, что делать, если стало плохо. Если что, вы просто поднимите руку, к вам подойдёт персонал. На самом деле дофига персонала здесь очень заботливые. Ох, я вот наконец-то дома, сейчас устроюсь здесь поудобнее. Хотела сразу вам записать видосик, как выйду из центра вакцинации, но что-то у меня так голова болит просто сейчас до сих пор. А там меня так немножко накрыло этим, прям голова кружилась, меня там положили на коечку. Там врач приходил, проверял, короче, сказали, что пациент скорее жив, чем мёртв. Я там полежала часок и вот приехала домой. Но вообще на удивление настолько там какие-то все внимательные, заботливые, настолько это всё прям бережно проходило. Я прям приятно удивлена. Но имела ли смысл вакцинироваться, я не знаю. Друзья, я вас ни за что не агитирую. Вот я просто, я не медик. Как вы сами считаете, нужно вакцинироваться или нет? Пожалуйста, напишите здесь в комментариях, мне реально очень интересно ваше мнение. И да, Таиланд готовится к открытию. Сейчас июнь месяц, все очень активно вакцинируются. Я верю, что с 1 июля границы будут открыты, по крайней мере, Пхукета. И я пойду сейчас отлёживаться, спать. Так что это видео я, наверное, смонтирую, ну, через пару дней, когда я уже в себя приду. Всё, всем здоровья, друзья. Подписывайтесь на канал, буду всё сообщать, что здесь ещё интересненького происходит. Пока-пока!